Музыка Живая, вторая ветка, а вторая ветка полуживая Скорее всего она умирает Третья ветка снова живая Немножечко урожайчик будет, но какой Ну назовем его мини Итак, с этим мы разобрались А почему я сказал 10 лет без права переписки, почему его нельзя вырубать А сейчас мы пойдем, я вам покажу кое-что И вы будете полностью в теме Вот, смотрите сюда Примерно 10-12 абрикосов уникальных Которых нет ни в одном институте России Ни по качеству, ни по количеству, ни по морозостойкости То есть у них нет ни одного Такого уровня, еще раз говорю, Сибирь Абрикос Байтера Левицкий Так, переросток Посажен был мной вчера Вот на этот холм Кое-как был разрезан горшок Из которого он торчал Потому что это В днище горшка были здоровенные дырки Вот, и я его пересадил Что собирался делать Сергей Валерьевич? Не в жизни догадайтесь Все 12-15 штук Уничтожить, выпилить до земли Почему? Каждый из них Отнимал уже 2-3 квадратных метра Бесценной земли Той земли, которую нам не дают Вот И, внимание Сейчас мы пойдем Смотреть То, что я вам хочу показать Ценность земли Необычайная И как ее можно использовать Еще раз полюбовались на серешню Давайте по-воти еще глянем Цветет уже, отшвела В большом количестве груш Я надеюсь, теперь их заморозок не тронет Вот Не к вечеру, будь он помянут Так Вот Цветет кое-что Так Ага Теперь мы с вами пойдем В питомник Понять цену земли Вот Понять цену земли Смотрим на Цветение груш Роскошнейших Вкуснейших груш Вот Посмотрел я На Плодовитость абрикосов Вон они завязались Но так мало Так мало Цена костика абрикосов Возрастает вдвое А сейчас я их еще Урожай 2016 Продаю по старой цене Еще и снижено Именно потому, что они Не то, что залежалые Но уже не самое свежее Как говорил Маяковский Осетрина второй свежести Что такого не бывает У нас бывает Так Вообще-то Такой урожай мизерный После суперурожаев Это закономерно Иначе и быть не может Еще раз скажу, друзья Есть листовой аппарат Когда вы видели В моих осенних Фильмах Невероятный урожай абрикосов Невероятнейший Вот Он не соответствовал Площади листьев Дерево Оно имеет резерв Главного командования Оно имеет кладовые свои Оно готовится к большому урожаю Заранее Оно Знает, какая будет зима И дав такой урожай Наступает период Или Покоя Или смерти Сверху урожая Это когда дерево калечат Это, как правило Ожидание смерти Почему? Потому что деревья Имеют связь с космосом Они все многое знают Люди этого не знают Поэтому калечат деревья Вот Смотрите сюда Листья Листья, листья, листья Площадь листьев Они еще не выросли Это весна Сегодня у нас Какого мая? 16 или 17 мая Точнее, я не могу сказать Могу сказать, что сегодня вторник Или среда Вот с моей памяти Это нормально Такая память Так вот Это Листовой аппарат Площадь листьев Определяет урожай Это постулат Который выведен мною За 32 года наблюдения А вообще-то с детства Я все-таки рос В саду А не в пустыне И даже в Норильске Что-то почерпнул И я к чему говорю Я к тому говорю Что так уж вышло Что никто никогда не связал С площадью листьев И поэтому предпочел Уничтожать и уничтожать деревья Понимаете? Приближая плодоношение Делая его обильным Но на очень короткий срок А дерево надо плодоносить Много-много лет Вот так вот Да, тебе интересно Что вот этот вот джердель Да? Кстати, видите Попадаются сухие ветки Это потому что Деревья еще не подготовили зиме Вот джердель с Украины Мне тут сегодня Я получил утром Прочитал письмо Которое пришло С Львовской области Написано в украинском языке Хорошо, что я украинский знаю Получается земляка Я родился тоже в Львовской области Но за границей Этот район полякам отдали Ну, в молодости Кое-что успел посмотреть И вот Из Украины привез вот эту жердель Вот этот У него рекорды выражают Больше 23 ведра Сколько не знаю А дерево, знаете, не больше 10 лет А привидно манчжурец Видите, какое сочетание А человек спрашивает меня Ваши сибирские будут У нас в Львовской области плодоносить Как случилось, что я оттуда родом И абрикосы, знаю, не понаслышке Как случилось, что оттуда в Сибирь пишут Что они там с ума сошли Неужели, вот как у нас Разучились делать водку, отраву Разучились делать колбасу Ее есть невозможно Собаки не едят Разучились выращивать деревья Я думаю, Украина это святое Вы знаете, что такое для меня Украина Вот, я не националист Боже, вот Я русско-украинец Я украинец Русский украинец Я этот самый Украинский Россия Русак Так вот я к чему хочу Я когда переезжал границу Россия-Украина Белгород-Харьков Только попадаешь на Украину Вот они сады Вот они газончики Вот они покрашенные палисаднички Вот они это самое Вот Какая огромная разница Сразу чувствуется в образе жизни Вот Но это было давно Это, конечно, была не Европа Вот А шли годы И такое впечатление После сотен писем с Украины Уже от садовода И такое впечатление, что Они тоже разучились садить У них все гниет А причину они И некоторые уже знают Начитавших мои статьи Они же общие, интернациональные Понимаете? Вот И все, что И рынок у них захвачен Этими же Халтурщиками Лохотрон дичайший такой же Откуда же будут деревья? Человек Люди в отчаянии Пишут мне в Сибирь Я ему еще не успел написать Что я напишу? Да вы просто-напросто Возьмите У меня костики пока есть И пока они не самые дорогие А костики этих самых Жерделей Вот И что тогда будет? А тогда По крайней мере Если Я привез их Посмотрите Где Мелитополь Посмотрите Вы думаете Там это Сухо Там сырость дичайшая Новые Каховки И я такой сырости В жизни не видел Вот Таких сырых Зим Вода стоит в воздухе Постоянные туманы Это видимо С Черного моря Натягивает Больше Ниоткуда Потому что Каховское газ Замерзает То есть Каховское водохранилище Худо-бедно Но замерзает Откуда натягивают Эти туманы Влажные Температура Плюс 5 0 Минус 5 Плюс 10 Вот Вот все Что я ему посоветую Вот это вот А будут ли они Ну они уже Точно не должны сгнить По крайней мере Там А сейчас еще А у нас Прибалтики Не эти же проблемы Ладно Идем дальше Видите ветки Скажете Ой Дерево погибло Урожай обломал Тут такое творилось А что это у меня Тут такое творится Ага Прививочка Не могу пройти мимо Живая Вон видите Ну-ка 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 Специально Живая Вот она Любуйтесь Живая А что я тут Привил Абрикос Ладно Не буду глядеть Но ясно Что Плохих не держим А это кто был Вот Это тот самый Манжурец Один из вариантов Вот Ну почему бы ветку Скелета Не перепривить Не облагородить Его Чем я сейчас занимаюсь От скулки Или может От лишнего ума Вот так вот Культурнейшие гены Пойдут сюда Я хочу получить Манжурца А потом Закрепить С помощью Косточек А этот самый Латинков Хватается За все В общем Дикарям Возвращаем Качества Присущие Которые Они обладали Миллионы лет назад Я не оговорился Деревья Благородные Жили До людей Миллионы лет назад Никому это Вы попробуйте Вы знаете Чем я школьная программа Ненавижу Потому что Там раз навсегда Вот 40 тысяч лет назад Человека 70 тысяч лет назад Человека не было На земле Не было И вдруг он Из обезьяны Или там Полуэто Обезьяноподобное Существо Гориллоподобное И вдруг он Это Так я мозги выросли Вот А умножьте Поделите на 20 Допустим 40 тысяч лет На 20 Можете 2000 поколений И вдруг Новый человек И вдруг он научился Этим самым Как он называется Дифференциалом Интегралом Вы что С ума посходили Те кто Это долбит людей Что произошло Это обезьян А Ведь точно С ума посходили Уже Прошло то время Это было выгодно Сталинские времена Что человек Это животное Вот Выгодно было считать Не зря уничтожали Священнослужители Чтобы альтернативы Не было Чтобы люди Даже не вспоминали Вот Так вот Теперь что получается Вот Возвращаемся к тому Что на Не только Со школ Быдлом делают Но и сама жизнь Делает быдлом Вот он участок Видите Сейчас я на край Зайду И покажу Вот этот участок Был куплен За 200 тысяч рублей Вот Вы думаете Я не знал бы Куда Это 200 тысяч рублей Девать Вот Если больше Сейчас денег Уходит На детей Чуть не сказал На чужих Как бы сказать Родных Не по крови А по духу Смотрите Вот этот кусочек Вот где бутылки Вот это 200 тысяч Вот Сергей Валерьевич Видели Сейчас мы пойдем Может что интервью Не возьмем Дело в том Друзья мои Рядом Десятки Сотни Тысячи гектар Зарастает лесом Вот Бюрократия Стоит стеной Не дадим Я все время думал Помните Почему я начал С этого С пятиэтажного Хрущобы Вот Там Живет Огромное количество Алкоголиков Бичей Детей С такими родителями Что Иногда думаешь Может правда Их надо Это не спасать А это От детских домов А быстрее детские дома Хоть что-то вырастет Вот Это девятый микрорайон Вот Там мусор бросают Прямо на улицах До сих пор Не боясь никаких штрафов Вот Возят домов В подъездах Вот В общем Страшная картина Вот это есть А я бы Когда-то Где-то Когда Это были еще недавно Другие люди Половину могилок Потому что их этим Роялями И прочими Спиртовыми Напитками Уничтожили Похоже Специально Вот Это была Плановая компания Похожа Иначе Зачем это было сделано Ведь На кладбище Отправлялись Целыми Свадьбами Ладно Идет там Допустим Похоронная Процессия Похоронили Сели за стол Отравились И теперь 20 похоронных Процессий Вот такая Тенденция была Со свадеб Отправлялись На кладбище Со свадеб Включая Этих Самая Жениховая Небеста Вот что творилось А в свое время Это было 1861 год Костянам дали волю Землю дать забыли Столыпин И Николай Второй Дали землю Только Переселенцам дали Потому что От безысходности Легко было За тысячу километров На телеге Уезжать Иногда Прихватывая с собой Саженец Или Это самое Горточку Костик Вишневых Как вы думаете Как Каково это было Ну и это пережили Вот А большинство Так без земли остались А потом большевики Поставили Страну И полмира на уши Как Думаете А это так было трудно сделать Землю крестьянам Прошло Здесь Да Вот Перевернули мир Уничтожили Дворянство Духовенство Уничтожили Часть интеллигенции Науку Почему Потому что Так хотели иметь землю Так хотели Чтобы большевики Не раздумали А в 30-е годы Всех опять В это самое Стоило Колхоз называется И совхоз И снова нет земли И пришел 21 век За что будут Дети Это самое Отдавать жизнь За родину На нас Со всех сторон Давят Мы уже одни Остались Как будто Белоруссия Будет От нас Как будто Белоруссия Наше спасение Как бы она Еще не Отворилась Казахстан Смотрит На запад Ой-ой-ой Мы и так Одиноки Надо кормить Как раньше Опять часть мира Чтобы остаться Землю Надо дать Дайте людям Землю Польет потом Вырастет Вот такой сад Вот такой вот Потом Пасть порвет Всем Но никогда Не отдаст И дети Вырастут Без наркотиков В садах Вон там Видели сейчас Мирком Еще одно Подрастает Существо Полуторалетнее Когда-то Она тоже Вырастет Нормальным И не будет Бояться Тяпку В руках держать Если даже Станет Высокомудрый Какой-нибудь Ученый Интеллигентом Или там Врачом Не важно Все начинается В садах Посмотрите Как питомник Превращается В Так называемый Маточный сад А вот так Сейчас тут Ветер поднялся Возможно Съемка будет Часть испорчена Ну-ка Цветет Сейчас я уже не буду Сильно это Приглядываться Кто это Что это Видели Двухлетка цветет Вот Если я отсюда Вижу То это Груша Вот А вон яблонька Видите Вот от Сергея Влево Право Но чуть Намного ближе Всего метрах Восьми от меня Вот А вот снова Груша Вставляете Как здорово Да А сейчас Я вам уже покажу Что Хотя вот этому Участку Два года Два Он уже Используется Как маточный сад Посмотрите внимательно Видите Срезано 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 А это ничего хорошего Там нет Если была задача Просто сад иметь Это тоже маточник Эти деревья Все изувечены Капитально Кстати Вон оно Последнее поколение Шлепает Полуторагодовало Видите Вот И вот оно Перестает давать побеги А побеги Это часть же учебы С этих деревьев Брать нельзя В каком смысле Они уже Вот тут вот Приросты не дают Заметили Не дают Для того чтобы дали приросты Нужна искусственная обрезка Какая Берется ветка Только так можно вернуть Маточник Вот такой толщины Отпиливается И тогда Тут у меня Специально этого нет Наверное я найду Специальную фотографию Надеюсь найду У меня их тысячи Искать трудно И вы увидите Что Вы увидите Что те Побеги Замещения Которые появляются В замене отпиливания Кстати это Загущение Дикое Поэтому Я противник Обрезки В принципе Если только Не на маточник Не на черенки Для прививки И они уже Неполноценные Вот надеюсь Найду фотографию А резать Можно На прививку Только с молодых Деревьев А это интересно Что противоречит Мичуринскому учению Вот Неустойчивая психика Слово психика Применяю я Я считаю Что слово психика Можно применить Даже к деревьям А на самом деле Неустойчивая генетика Мы расшатываем Железо Вот Вот Мне нравится Этот Александр Алексеевич Серебря Главный редактор Журнала Вестник Сейчас он Уже В бумажном варианте Перестал выходить Все таки Не помогли ему И финансы Не позволили Этот роскошнейший Журнал Дальше выпускать Но в том Журнале Он напечатал Десяток моих работ И после очередной работы Когда я говорил Что Мы возвращаем Качество Присущее деревьям Изначально Вот Что они всегда Они мы их оккультурили Что Они были культурными Когда еще на свете Ни одного человека не было Вот Высокородная дама Высокоученая дама Написала Дичь Слово-то Дичь А мы с вами ходим А это дичь Вот это А к чему я это говорю Молодое дерево С него взялись Вот с этого Ну-ка Сейчас посмотрю Вот Это дерево Сейчас будет Мной Отпилено Почти все И объясню Почему Академик О-у-у-у Академик Перемешиваю Сюда Самый